Добрый день. Еще наговорю тему такую. Сегодня солнечный день. Сижу, чаек пью. Вот смотрите, ну, во-первых, я хотел сказать, что когда мы, ну, мы живем, ну, я от себя говорю, это мои, как там модно говорят, гештальты какие-то, там вот это все, это все слова, по-моему, посредники такие мертвые. Вот, и когда я живу, у меня много чего происходит, ну, что-то происходит, вот, какие-то вот события, да. Я помню, я однажды, я, может, уже рассказывал, но когда йогой занимаешься, вычищается пашка, и как маразм возникает, то есть ты, вот, освобождается пространство, поэтому могу повториться. Я, отец у меня, я у него был на даче, и он говорит, давай там эту березу подпилим, а то она там соседям что-то такое загораживает. Ну, и мы, я взгромоздился на березу, как-то ворона, помните, да. И я, ну, в общем, короче говоря, я оттуда свалился, потому что сук был сухой, а я, мне уже там не пять лет, когда я жил на деревьях, и я назад прямо спиной полетел, причем я был выше отца, то есть я как будто за него, он там что-то внизу там поддерживал или что-то, я уже не помню ничего. Я так бэмс, и, в общем-то, ну, грубо говоря, там с двух, с двух с половиной метров я рухнул спиной, хорошо там не было ничего, и вот я упал, да. Ну, и там ударился вроде бы, ну, тут же там распластался по полу, там, жадхару, ну, в общем, что захотелось, что-то делал такое. И через пару дней я пошел на постоянную еженедельную один на один практику с Виктором Сергеевичем. И вот я пришел, он спрашивает, как там дела, вот мы разговариваем, я ему говорю, вот у меня такое происшествие, я там свалился, долбанулся, вот болит, там-то, там-то, чего-то там. Вот, ну, и, ну, как бы вот, ну, событие, то есть я долбанулся, там, что-то произошло, и вот я ему это рассказываю, что я так долбанулся, вот у меня здесь, так-то. Ну, и дальше, как вы догадаетесь, отгадаете, что происходит, а ничего не происходит. Виктор Сергеевич меня слушает, это как будто мимо, так, знаете, проходит, и мы обычную практику, мы залезаем там в Пашим Атанасову и так далее, и поехало. Сначала у меня негодование какое-то, как же так, я же вот поврежден, я то-що, как бы, ну, вот это наше, ну, такое человеческое. А потом я начинаю чувствовать, что благодаря тому, что он никак не отреагировал, но это не он, это как будто не он не отреагировал, это как будто он в лице практики. Это как, знаете, это что-то вот такое вечное, великое, как какое-то, знаете, как там, ну, какие-то красивые слова, хочется говорить, но не буду. Вот, и, то есть, это какая-то вечность, тишина, и все, что происходит в жизни, вот, даже события чудовищные какие-то, они, наоборот, нам подсказывают, что, наоборот, еще больше нужно, вот, еще важнее затихать ежедневно, спокойно, и пассивно наблюдать, любить себя, и тогда ты не пытаешься спасти весь мир и так далее, а ты начинаешь с себя, в себе любовь выстраиваешь, и тогда появляется хоть какая-то способность там обогреть, согреть окружающих, близких людей и так далее. И вот это, такое, знаете, не потерять душу, вот это вот, это практика. И здесь очень простой такой, знаете, очень грубый, простой вот, чтобы не врать, не обманывать себя, как правило, знаете, такое, что-то происходит, что-то творится. И одно такое слово, просто практика, ничего не должно измениться, ничего, просто практика. Просто практика, вот это все то же самое, вот эта тишина, вот эти прикосновения, вот это вот. Дальше я еще хотел вкинуть вам такую тему, поделиться. Попробуйте, когда вы в асанах и между асан, когда вы в практике находитесь, попробуйте почувствовать в себе, как будто у вас внутри, как печь такая, это вот, ну, как двигатель какой-то, печка. Ну, вот мне нравится, я люблю у огня сидеть, вот эти угли, такая какая-то сила в ней, такая неимоверная, вот в этих углях, в печи, там, в камине, в костре. И вот вы сидите, и вы как будто поддерживаете огонь в себе, вот это ежедневно, ну, там, шесть раз в неделю, через день, как у вас выходит. Вы поддерживаете вот этот огонь в себе. То есть, как это происходит? Вы, во-первых, смотрите, то есть, вы присутствуете. Если вас нет здесь, то это, ну, в моем представлении, не имеет какого-то отношения к практике. Это что-то, ну, это, наверное, тоже что-то очень интересное и хорошее, но, как бы, вот. То есть, вы смотрите, вы присутствуете. Причем это, вы все время проваливаетесь, все время мысли проваливаетесь, там, на 70% времени. Но вы, модель одна и та же, вы возвращаетесь в присутствие, там, осознанно, неосознанно, это слова, ну, вот. То есть, вы как бы, и вот вы погружаетесь в это присутствие, вы смотрите, и под вашим взглядом вы ткань начинаете, вот, начинаете с пуза, например. Вот это вот точка, ну, где-то вот зона под пупком, пониже пупка. И вот вы ею дышите. И там образуется жизнь, прямо такое, знаете, дыхание жизни. Вот вы дышите, там такое, как дыхание. И там ткань, она как будто так открывается, и там рождается жизнь, прямо такое пламя, горение. И вы просто в это входите. И прямо чувствуете, вот, вот, такое там, оно так дышит. Очень такая же, мощная такая штуковина. И вот этот костер, вот этот вот огонь, вы просто поддерживаете. Причем его можно поддерживать и среди бела дня, как бы, там, обращая внимание на свою зону мулабандхи, живота. И вот так вот, как бы, дыша спокойно, без всяких, без хитрост, но просто под вашим взглядом. Чем спокойнее, чем кротче, тем эффективнее. То есть вы распускаете, там прямо течет такая жизнь. И вот этот огонь, под вашим взглядом, что дальше начинается, вы можете это заметить. Вы как будто взглядом выжигаете все ненужное вам, то, что надуманное, то, что мертвое. Знаете, как вот, общие места такие, общие значения, как общее, что-то там, навязанное внешним событиями. И вот вы в этом находитесь, погружаете, погружаетесь. И вы прямо своим взглядом, вот этой любовью, прямо любовью, то есть это так и касание, вот, все это выжигается. И вы прямо видите, как это уплывает, вот те самые трупы врага, которые проплывают по, как будто, течению жизни, вот этой реки, у которой вы сидите. И вы прямо видите, ну, это и есть здоровье, это и есть вот это вот высвобождение, высвобождение вот того, что нам не дает быть здоровыми, свободными и собой, вот, прямо, знаете, такое. И вот попробуйте вот это вот, такое, знаете, поддерживание огня постоянное в себе, вот этой жизни. Причем, понимаете, эта жизнь, она, как будто, в ней нет идеологического источника, в ней нет вот этой накачки такой, коучинговой, знаете, вот, как на, ну, флипчарт, там, вот эти фломастеры, там, что-то рисуют. И вы так прямо, все, мы там, цель какая-то, так, вот, и, а этого здесь нет, это внутреннее. Это просто, это вот, ну, это вот что-то природное, что-то такое, вселенское, такое, какое-то соединение с вот этими законами, которые помимо нас существуют, с такой силой в нас. И просто вот вы, вот это затихание, попробуйте, это очень интересно и эффективно. Но, опять же, здесь такая грань очень, как и нахождение, долгое нахождение в асане, но, но не заставление себя находиться долго в асане. Понимаете, вот эта грань такая, как лезвие бритвы, то есть, здесь опять мы можем пойти в старание и в желание, и вот это вот, это полезно. И там, и вот, поднажать, там, и так далее. То есть, вот эта вот такая грань, она очень тонкая, и она прекрасна, это все, ну, это все прикольное, такое, ржачное. Счастливо вам! Счастливо!